Всем привет, дорогие друзья! С вами Уфинерс, добро пожаловать на канал, рад вас всех видеть. И сегодня мы с вами посмотрим, чего же мы смогли добиться за 21 день игры на аккаунте буксир. Поехали! Итак, ребяточки, что же мы с вами видим? Да, все верно, мы с вами видим Алмаз 5.67LP. Я очень доволен, у нас получилось с вами за 21 день с нулевого аккаунта взять Алмаз 5.67LP. И я бы даже сказал иначе, если вы смотрели стрим, ну кто смотрел стрим, да, те собственно и так знают. Но вот если бы вы смотрели стрим, то заметили то, что в принципе промоушен в Даймонд 5 мы еще взяли на 20 день. Я просто не стал доигрывать, причем шли 1-1 и вполне могли пройти за 20 день. Я просто не стал доигрывать с целью того, чтобы на следующий день все равно, у нас как бы челлендж идет 30 дней, торопиться особо некуда. И сыграть уже на следующий день на свежую голову это промо. Но в целом, чисто теоретически, если бы мы немножко подзапотели, то даже на 20 день могли взять Алмаз 5. Представляешь себе, дружище, с нулевого левела за 20 дней Алмаз 5. Вот это было круто! Ну впрочем, ладно, у нас вышел 21 день, Алмаз 5, я очень доволен. Мы немного отстаем от графика, но все же у нас получается нужно пройти Алмаз 4, 3, 2, 1 мастер тир и на все это 9 дней. То есть сложно, да, реально, да. То есть вполне реальный результат, как бы по 2 дня практически на 1 дивизион, и это круто. Давай посмотрим, что же у нас тут за статистика. Я расскажу, с какими сложностями мы столкнулись, какие там грехи от триотов были, да. Сейчас все это дело разберем. Но вот, к сожалению, здесь... А, вот видно, да. Первая проблема, самая большая, с которой мы столкнулись. У меня в один прекрасный момент на стриме произошел баг. Причем баг независимый от меня. И это нас очень сильно замедлило. Таким образом, если бы этого бага не было, возможно, мы бы и на 19 день этот даймонд взяли. Суть в чем? Вот тут третью игру не видно, а так это три игры подряд я не мог загрузиться в игру. Возможно, у вас такое, ребят, бывало? Когда ты начинаешь загружаться в игру, у тебя просто черный экран, вылетает сообщение об ошибке посередине, и все. И тебя никак не пускают. Чего мы только не пробовали на этом стриме делать. И перезапускали клиент, и отключали-включали интернет, и перезапускал я компьютер. И вообще, ну вот все, что возможно, там и ошибку в клиенте, клиент на ошибке восстановления проходил. Все возможные советы из чата мне ребята предлагали, так и не смогли отыграть. Зато я нашел решение, знаешь, какое решение было? Уйти на Вест. Как это странно не звучало. У меня, дело в том, сейчас на Руссервере два аккаунта. И на обоих аккаунтах я захожу и не могу сыграть в игру. У меня вылазит вот эта вот ошибка. Я открываю клиент, начинаю стартовать игру. Бах, все, черный экран, ничего не могу сделать. Стоит мне клиент переключить на Вест, где у меня тоже два аккаунта. И на обоих аккаунтах я без проблем могу стартануть и кастомку, и все что угодно. То есть на Весте в тот момент, когда на Ру не грузится, работает без проблем. Ну, что логично. Предположить, что проблема не конкретно в моем компьютере. Иначе бы, если бы проблемы были конкретно у меня, то я бы не мог на Весте стартануть. Но на Весте почему-то меняя регион, я могу играть на Руссервере, не могу. Скорее всего, возможно, на Руссервере бывают вот такие проблемы с маршрутизацией, либо с серверами. И такие ошибки, они очень печалят. Особенно, когда ты потеешь, когда у тебя там максималочка. Когда ты идешь там, ух, замотивирован, быстро апнуться в конце сезона. А тебе не дают три игры подряд зайти в игру. В итоге мы еще и поймали ливбустер. Ни за что. Еще и потеряли 50 ЛП. Но это, конечно, было немножко обидно. Ну да ладно, мы все-таки камбэкнулись и потом затащили. Это я к чему сейчас говорю? К тому, что будьте крайне осторожны. Крайне осторожны и не стартуйте. Ну, вернее, если вы поймали один баг, дождитесь, пока он спадет. Проверить можно следующим образом. Зайти в игру, сыграть тренировку, инструмент для тренировки запустить. Если он вас запустит, все окей. Если не запускается, конец. Значит, не стоит стартовать. Идите на Вест, играйте. Ну и вообще, я очень надеюсь, что Риот пофиксят эту проблему на Росервере. Потому что новостей такого нет. Я, по крайней мере, не замечал. Так вот, потеряли мы на этом 50 ЛП. Довольно сильно замедлились. Но в итоге потом нашли в себе силы. Закамбэчили. И, кстати, как закамбэчили? Выиграли одну игру. После чего ловим две хорошие игры. И лус-трик такой, кажется. Все, но минус мораль. Но нет. Мы тут вырываем победу. Берем себя в руки. Да, делаем четыре победы подряд. Один лус-две победы подряд. Лус-вин. И здесь вот делаем еще два луза на нуля ЛП. После чего четыре победы. Но это уже победа у нас была в нормале. Грубо говоря, мы сделали все четко. Такие, несмотря на эти проблемы, мы смогли дойти до промо. Апнуть промо. И взять Даймонд пятый. То есть все у нас было хорошо. Все нормально. Что касается чемпионов. Купленные чемпионы. Опять же, над пулом я немножко поработал. Кто помнит, взял о себе Сиончика. Сиончик себя показывает ну просто нереально хорошо. По-моему, ни одной игры еще мы не проиграли с Сионом на топлейне. Там не так много сыграно за него. Наверное, игр 5-6. Но все равно он прям идеальный парень. Очень хорош на топлейне в текущий момент. Просто машина. Также я на топе немножко усилил топлейн Ринниктоном. И на текущий момент у нас очень сильный пул на топе. Который можно просто идти вот прям сейчас апа тела. Полноценно играя как топпер. У нас есть Ринниктон. У нас есть Поппи, Сион, Ургота. То есть 3-4 танка самых сильных в текущий момент в мете. Очень сильный брузер, который позволяет уничтожать других, допустим, брузеров. Вместе на пару с Дариусом. Но Ринниктон все равно в приоритете. Он, конечно, помобильнее. Есть один из самых сильных брузеров на текущий момент. Это Джакс. На топе очень силен. Хороший АПшник для топлейна. В общем, пул идеальный. На мидлейне мы все еще используем ту же нашу стратегию через трех чемпионов. Но сейчас я даю больше приоритета физу. То есть основной у нас чемпион это физ. Мы на старте баним КС-1. Забираем физа. Если пацаны пикают талона, мы его контрим. Если пикают Зеда, мы его контрим. Если же, допустим, ребята банят физа. Мы можем тогда забрать талона. Если же мы находимся на лас-пике, мы никого не баним. Допустим, ребята берут физа. Мы берем КС-1 и так далее. То есть стратегия работы. Работаем все еще по той же стратегии, которая была у нас изначально придумана. И она пока что себя проявляет супер круто. Иногда у нас выходит Владимир в пул. Иногда Эко. Но это все немножко ситуативно. И в основном мы именно на мидлейне играем через три пика. И это реально сильная тема. Так, что еще хотел с вами вам рассказать и показать. Да, наверное, у нас все. Основу я вам рассказал. С какими проблемами мы столкнулись. Изменения по пула я тоже вам рассказал. И сейчас, пожалуй, начнется у нас самый интересный период в нашем челлендже. Мы вышли, по сути, на финишную прямую. Вышли уже в Даймонд. Из Даймонда дойти до Чалика за, по сути, девять дней. Это будет довольно-таки сложно. Но очень интересно. Уже пойдут реально классные потные катки. А, вот что забыл сказать. Ребятки, сколько смурфов под конец сезона вылезло. Очевидно, не я один решил. Там под конец сезона отну Чалика на ру. И таких ребят очень много. Многие заказывают бусты. Кто-то просто приходит с выста получить призы на ресервере и так далее. Народу, которые не играют на свои... Просто тьма. У нас даже была одна игра, очень смешная, в которой мы стартанули. И в одной команде, вернее, в одной игре было семь смурфов. Представляешь? Семь смурфов. То есть не было практически ни одного игрока, который играл на свое мэло. Это просто катастрофа. И такого сплошь и рядом. Поэтому в конце сезона, тоже на будущий вам совет, если вы играете на своем эло, это ладно, я изначально апаю аккаунт. Я играю сильнее, да, чем, допустим, на тот же даймонд. Но будь я чистым даймондом, допустим, пятым, мне было бы очень сложно прогрессировать сейчас, потому что конкуренция нереальная. Слишком много смурфов. Игра, по сути, становится нечестной под конец сезона. Именно поэтому вы, конечно, пытайтесь, пытайтесь апнуть свой эло вот сейчас, да, кто хочет там добить золото, допустим, в конце сезона платинку. Но сильно не расстраивайтесь, если у вас не получается, потому что реально очень много бустеров, очень много смурфов. И это сделать тяжело. Я вас искренне понимаю. И тащите, старайтесь. Ну, а на будущее вам совет, кто хочет себе какой-то эло апнуть, старайтесь апнуть за месяц, хотя бы за месяц до конца сезона. Как мы знаем, конец сезона, это вот конец октября, начало ноября в этом районе, как правило, риоты делают. И старайтесь именно вот за месяцок до этого уже, чтобы у вас было эло. Иначе будет потом проблема. Под конец, последней особенно недели, это вообще будет катастрофа. Так что удачи вам в поднятии эло, старайтесь, прогрессируйте, и все у вас получится. Ну, а мы сейчас, как я говорю, вышли на финишную прямую, поэтому нужна ваша максимальная поддержка. Приходите на стримы, стрим у нас ежедневно с 17.00 до 22.00 по МСК, то есть с 5 до 10, да. 5 часов стримим, залетайте, смотрите. У нас будут сейчас очень потные, очень крутые каточки, и ты мне нужен, да. Братишка, ты мне нужен, приходи. Ну, еще раз, всего вам самого хорошего, ребятки, самого наилучшего. Увидимся в следующих видосах. Удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok